Боевые действия вокруг больниц заставляют палестинцев бежать. ВОЗ назвал главный госпиталь ГАЗы Ашифа кладбищем. Глава украинского МИДа подтвердил, что ЕС не поставит Киеву миллион снарядов до марта. По его словам, это связано с плачевным состоянием оборонной промышленности. В Румынии открылся международный центр для подготовки пилотов-истребителей F-16 из стран НАТО. Здесь также пройдут обучения украинские пилоты. Бои между Израилем и Хамас вокруг больниц вынуждают тысячи палестинцев покидать последние безопасные места на севере Газы. По данным Минздрава, управляемого Хамас, 7 октября погибло более 11 тысяч палестинцев, в том числе свыше 4,5 тысяч детей и 3 тысяч женщин. Около 2700 человек числятся пропавшими без вести. С начала войны более 2 третей населения Газы, составляющего 2 миллиона 300 тысяч человек, покинули свои дома. Крупнейшая больница Газы Ашифа превратилась в почти что кладбище, констатирует Всемирная организация здравоохранения. Внутри и снаружи скопились трупы. Кадры недоношенных детей, пытающихся выжить без работающих инкубаторов, усилили международную обеспокоенность за всех пациентов, находящихся в госпитале без электричества. Происходящее заставило президента Байдена призвать Израиля изменить тактику. Израильские военные опубликовали видеозаписи с детской больницы на Севере Газы, в которую, как они утверждают, в выходные вошли их войска. На кадрах видно оружие, найденное внутри, а также комнаты в подвале, где, по мнению военных, находились заложники, захваченные во время первого нападения. Газета Washington Post со ссылкой на источники в израильском правительстве сообщает, что сделка по освобождению десятков женщин и детей в обмен на заключенных в израильских тюрьмах палестинских женщин и молодых людей практически заключена, и о ней будет объявлена в ближайшие дни. Условия, в которых оказались жители сектора Газа, ухудшились из-за проливного дождя. Сотни тысяч палестинских семей были вынуждены покинуть свои дома и переместиться на юг из-за боевых действий. ООН уже открыла 154 приюта для их размещения, но все они переполнены. Сотни людей пользуются одним туалетом и душем. Сотни людей пользуются на юг из-за боевых действий. Палестинские журналисты накануне опубликовали видеокадры того, как люди стоят в очереди за едой в Рафахе во время непрекращающихся израильских бомбардировок. В ООН заявляют, что в ближайшие 48 часов у телекоммуникационных компаний закончится топливо для работы центров обработки данных и узлов связи. Три человека погибли, еще 15 получили ранения в результате обстрела российской армии Херсонской области в понедельник, заявил глава региона Александр Прокудин. По его словам, среди пострадавших есть двухмесячная девочка. Между тем, согласно заявлению российского Минобороны, в ночь на вторник над Московской, Тамбовской, Орловской и Брянской областями были сбиты украинские беспилотники. Как пишет телеграм-канал «База», под Брянском один из дронов упал на территории химзавода. Тем временем в Брюсселе заканчивают обсуждение последних деталей 12-го пакета санкций в отношении России. Как заявил глава евродипломатии Жузеп Боррель, пакет впервые включит в себя запрет на импорт российских алмазов. Обсуждение санкций проходит на фоне проблем с поставками Киева обещанных боеприпасов. Утром во вторник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что европейские союзники не смогут поставить миллион артиллерийских снарядов к марту 2024 года из-за, цитата, «плачевного состояния оборонной промышленности и бюрократии». Ранее об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg. К сожалению, агентство Bloomberg говорит правду. Есть вопросы, и мы, скажем так, много и громко бьем в колокола, сказал министр, добавив, что Евросоюзу следовало бы действовать быстрее. Евросоюзу следовало бы действовать. Евросоюзу следовало бы действовать. Москва's forces intensifying air bombardments and trying to move forward with ground forces. The Institute for the Study of War says Russian forces made confirmed gains in their continued offensive operations near Avdiyevka. The think tank says geolocated footage published on the 10th of November showed that Russian forces recently advanced to the eastern outskirts of Stepover here in this direction. And Stepover is situated about three kilometers north of Avdiyevka. Avdiyevka has become one of the most intense combat hotspots in Ukraine, with Ukraine's general staff stating on Monday that Russian troops continue to try to surround the town, but unsuccessfully. The Avdiyevka cork plant here between Stepover and Avdiyevka, it is situated right here, remains one of the key objectives for Russian forces. Capturing it would allow them to dig into defensive positions around the facility. General Alexander Tarnavsky, who leads Ukrainian troops fighting in and near Avdiyevka, said on Sunday that the attacking Russian forces were ramping up airstrikes, particularly those using guided bombs. На военной авиабазе «Фетиш-Т» на юго-востоке Румынии открылся международный центр для подготовки пилотов-истребителей F-16 из стран НАТО, на которые также пройдут обучения украинские пилоты. На прошлой неделе Нидерланды направили сюда пять самолетов F-16. Компания Lockheed Martin предоставит инструкторов и обслуживание. Украина рассматривает военные самолеты американского производства как ключевую часть своей контрнаступательной стратегии против российской военной агрессии. В новом центре сначала пройдут обучения пилота из Румынии. В конце октября в Пентагоне заявили, что первые F-16 могут появиться в Украине не раньше весны будущего года. Во вторник министры обороны стран ЕС собрались в Брюсселе для обсуждения поставок артиллерийских снарядов Украине. Одна из партий, получившей большинство в парламенте Польши коалиции, внесла на рассмотрение депутатов два законопроекта, которые могут положить начало легализации абортов. Новые левые предложили разрешать женщинам прерывать беременность до 12 недели срока. Другой законопроект предусматривает обмену уголовной ответственности за помощь в проведении аборта. Легализация абортов преимущественно католической Польши, где действуют одни из самых суровых законов на этот счет ЕС, была предвыборным обещанием левоцентристского блока. В последние годы правления консерваторов доступ к абортам в Польше становился все более ограниченным. Сейчас аборты в Польше разрешены лишь в случае изнасилования, инцеста или угрозы жизни матери. Всемирный день борьбы с диабетом отмечается 14 ноября. Это опасное заболевание имеет каждый десятый житель планеты. В Евросоюзе с ним живут свыше 32 миллионов человек. Еврокомиссия приступила к реализации плана борьбы и профилактики диабета, выделив на эти цели 53 миллиона евро. Британские ученые, проанализировав медицинские данные 420 тысяч пациентов, установили, что риск сердечно-сосудистых заболеваний высок не только у людей с преддиабетом, как было принято считать ранее, но и с чуть более высоким уровнем сахара в крови. По мере того, как угроза извержения вулкана Фаградос-Фриадель становится все более очевидной, жителям близлежащего города разрешили вернуться в свои дома, чтобы забрать ценные вещи. В пятницу в Исландии, где насчитывается 33 действующих вулканических системы, было объявлено чрезвычайное положение. А в субботу было принято решение об обязательной эвакуации жителей Гриндавика. За последние недели в этом районе произошла серия небольших землетрясений. В зону разрешалось въезжать только по два человека на машину и на максимально короткий срок. Некоторые забирали домашних животных и мебель, другие заранее купленные рождественские подарки и дорогие сердцу вещи. Даже для живущей в прямом смысле слова на вулкане территории, как Исландия, эвакуация целого города – событие редкое. Последний раз такое случалось 50 лет назад во время извержения на острове Хеймей у южного побережья страны. Почти 5000 человек были убиты или ранены противопехотными минами в 2022 году, говорится в новом отчете Международного движения за запрещение противопехотных мин. Около четверти из них – дети. Согласно докладу, только в прошлом году от разрыва пехотных мин умер 1661 человек. Еще 3015 получили ранения. Оттавский договор, или, как его еще называют, Конвенция о запрете противопехотных мин, был подписан уже более двух десятилетий назад. С тех пор к нему присоединились 164 государства. Последними в 2017 году это сделали палестинская автономия Шри-Ланка. Тем не менее, этот тип вооружений до сих пор часто используется в боевых действиях. Авторы отчета изучили ситуацию в 49 странах мира и пришли к выводу, что в 22-м наибольшее число жертв противопехотных мин пришлось на Сирию и Украину. Причем из-за полномасштабной войны с Россией на территории последней, количество погибших и раненых по этой причине увеличилось в 10 раз по сравнению с 2021 годом. На третьем и четвертом местах антирейтинга располагаются Йемен и Мьянма. В обеих странах в прошлом году было зарегистрировано около 500 жертв. Подписавший Атавский договор государства обязуется не только не использовать противопехотные мины при ведении военных действий, но и расчищать от них свою территорию. Почти 60% расчищенных в прошлом году земель пришлось на Камбоджу и Хорватию. Самыми загрязненными на данный момент странами авторы доклада считают Афганистан, Боснию, Герцеговину, Камбоджу, Хорватию, Эфиопию, Ирак, Турцию и Украину. На каждую из них приходится более чем 100 квадратных километров территории, где остаются противопехотные мины. Доклад Международного движения за запрещение противопехотных мин был опубликован в преддверии совещания стран-участниц Атавского договора, которое пройдет с 20 по 24 ноября в Женеве. Продолжение следует...